друзья всем привет пришла сегодня фурия я ей сразу дал вкусняшек там и сейчас только что мы поели я думаю пока она еще здесь надо вам ее показать машина открыта он она сидит на заднем сиденье катается володька тут я охраняй да вальдемар друзья по поводу будки теперь у меня доски останутся ну с крыши с этой и я ему ее подниму ну короче сделаю как в лучших домах до вальдемар вот пришла нельзя нельзя володя нельзя 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 хватайте нельзя нельзя она значила не достать отдают и драйвит вальдемар нельзя 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 молодец сейчас пока еще друзья не сильно холодно а так я у меня есть и этот андулин я ему накрою ну короче все сделаю как в лучших домах катька друзья скорее всего должна послезавтра он он уже там прыгает да он уже там прыгает вы видите в животе в имя уже набухло такое приличненькая единственное маленькие маленькие такие сосочки но ничего страшного здесь у жасминки кати очень нравятся соски к говорит как у коровы так друзья ну и вот что мы сделали уже с пашей за два дня сегодня постараемся накрыть но я снимаю все покажу вам как она у меня все получится пока еще ничего интересного нету там он трактор гудит что-то пашут наверно ну короче по идее должно хватить единственного меня закончились гвозди сегодня пришлось съездить в город купить листы уже перебираем потихонечку короче занимаемся с павлентием дозок досок немножко останется но я вот этой своей циркуляркой по распускаю здесь я не буду делать уже полочку здесь будет проход вы видите мы переложили кирпичи и сделали он баксик зайка помаши баксик на морозилке ну что ты речишь и все и будет здесь все нормально сюда поставлю конечек короче все покажу вам друзья и расскажу объясню так здесь есть утки куры так тут воды надо с унием добавить помыть вот она ходит сегодня друзья захожу в сарай утром смотрю лапа лежит с этого гляньте гляньте лезет утиная ножка я не понял сразу забежал в сарай у котов лежит сразу забежал в сарай где куры смотрю нога у нее на месте я думал то ли они ногу ей оторвали а потом катя мне говорит то я кидала и володьки кинула и кота с каши ну варила в каши и кинула и я уже переживал думал думал шах уточку скушали ну тут а курочки гуляют ходят друзья там спрашивали у нас голая шея у людей голая шея у курей и они переживают это такая порода друзья вот гляньте но она как-то выведена там видите она такая есть эта курица ну и петухи такие есть так что вы не переживайте он еще одна смотрите вот вот она это для тех кто может не знает и еще друзья я за это уже говорил много раз может кто не понял еще раз хочу объяснить сена которая была у нас там дома в андреевке мы продали друзья потому что сюда вести его ну смысла бы не было то есть дорога выйдет туда назад если допустим я поеду но я больше потому что далеко это если там километров 50 я бы может бы и нагрузил бы там тюков бы 20 а дорога далекая и максимум 15 тюков ну и может в этом кинул консервации то есть 15 тюков даже если будет по 100 гривен но мне написали что вроде бы по 60 здесь полтавской области то друзья это будет полторы тысячи а я говорил дорога туда назад если с прицепом то где-то будет без прицепа туда назад мы засекаем ровно на 2000 гривен то есть два полных баллона газа сюда и назад а груженный еще больше где-то две с половиной тысячи выйдет то есть смысла мне ехать не нету поэтому мы еще тогда я его сразу все продал 67 тюков немножко дешевле ну не немножко в половину дешевле но зато у меня забрали сразу друзья поэтому сена дома там у меня нету сейчас косить многие пишут может кто не знает еще хочу сказать мне во первых здесь сушить сейчас негде и уже такая погода что сена точно не высохнет плюс дожди здесь идут это если летом да но там за два-три дня высыхает когда сухая погода жара по 14 часов тогда ткану за двое суток высыхает а сейчас день короткий дожди сырость она сейчас не высохнет поэтому ну мы думаем что мы нам нужно будет купить так что друзья я надеюсь что я объяснил что к чему так ну курочки гуляет фурия мы так обрадовались пришла но мы не переживали паша говорит она наверно в андреевку сгоняла туда назад до фури фури он ее называет фури я говорю то это не фури а фурия на он все равно горит фури так друзья сегодня я им выключил свет на улице тепло как вы заметили я раздет рукава закоченные и сейчас вам покажу здесь все чистенько поубирали уже козам насыпали на вечер когда они сюда зайдут а утята уже сделали бардак но друзья утят мы еще не можем перегнать потому что завтра уже вроде бы начнется дождь поэтому сегодня мы еще потрудимся до победного и уже потом перегоним утяток я думаю немножечко один-два дня они не умрут до ребятня и воробьев туда опа они тут мушек ловят я думаю у них этот хотели им еще сегодня друзья купить ну маленьким комбикорма какого-то специального ну чтобы им немножечко легче было не нашли не нашли говорят уже нету ну цыплят ни у кого нету сейчас его никто не завозит это уже только будет весной друзья вот эту дырку они туда не пролезут так что все нормально покушали они то я им вечером когда будем управляться я им подкину еще сухенько соломки и все будет нормально он малой тот вон он вон он тенью на него самый маленький самый хитрый а может даже там когда будет как сказать погода и может еще будет такая солнечная мы выпустим там посмотрим чтоб кур их не главное чтоб кур их не обижали до у . поближе того мелкого они сидят боятся всего на греется от своих братьев и сестер его раби друзья еще вот штанах увидите штаны у него одидас называются да друзья еще нам пишут люди многие просто смотрят нас и не знают смотрите вот друзья вот это будет точно петушок видите в штанах который потому что у него нету хвостика вот смотрите вот это тоже будет петушок а вот это вот сидит вот это будет курочка сейчас их погоняет он видите у нее хвостик от с хвостиком видите вот хвостик вот это точно будет курочка а без хвостика вот такие это будут петушки да ну да много факта когда маленькие совсем у них там по перышкам можно вычислять ну а сейчас вот в таком возрасте очень хорошо видно видите с хвостиком ван хвостик у нее вот у этой курочки а это петушок в штанах вот видите хоп у него нету хвоста опа залетел на мамку но у них тоже сегодня вечером поубираем и будет все нормально у них тут тепло ну видите а им не холодно потому что они сидят вот там у этих конечно потому что они разводят сырость там друзья у тебя все равно писали там и сетку от этого как его от кровати я положу сверху если солому например солома будет мокрая друзья то есть здесь у них слой соломы гляньте какой слой соломы и он все равно на мог понимаете то есть у них по-любому будет мокро смотри смотри фурия мы делаем просто им тут немножечко тесновато там будет два раза больше места и они будут воду буду ставить в один угол а соломку буду подстилать другой почти фурия выходи 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 молодец все что такое мои бараны что такое что такое то такое друзья гляньте какие у майкла роги у этого тоже роги есть на них еще не видно и по поводу еще хочу ответить такой часто частый комментарий пишут люди типа вот надо убрать у них надо было убирать рога с рогами козлы козы страшные у нас белка была вообще с чужого хозяйства мы ее взяли она была с рогами это равносильно друзья говорить у кого-то там знаете алабай или питбуль собака зла и говорить хозяину ты что такую собаку нельзя держать хозяин не боится друзья вот володю я володю не боюсь а паша боится понимаете потому что это моя собака точно так это мои козлы гляньте вот они же до меня привыкнут их не буду бояться до майкл с джексоном этого джексона постараемся продать друзья а майкла оставим о пришла охотница гляньте сегодня видел опа фурия забрала и рычит сразу поменялись а теперь знаете фурия старенькая теперь дочка-матерь форме получается тогда ну друзья что будем заканчивать купили на вот эти вот все дырки которые купил я такую смолу 110 гривен попробую позамазывать но такие кусочки с этого же андулина по вырезаем короче друзья будет даже если где-то капнет ничего страшного так что такие дела все всем огромное спасибо за просмотр ставьте лайки обязательно пишите комментарии всем пока